Майский праздник, День Победы, отмечает вся страна. Надевают наши деды боевые ордена, Их с утра зовет дорога на торжественный парад, И задумчиво с порога вслед им бабушки глядят. Сигнал тревоги над страной, Подкрался враг, как вор ночной. Идет на наши города, Фашистов черная орда, Но мы врага отбросим так, Так наша ненависть крепка, Что даты нынешних атак Народ прославит на века. За все, что есть сейчас у нас, За каждый наш счастливый час, Спасибо доблестным солдатам, Что отстояли мир когда-то. Перед боем тихие и теплые вечера, И покрыт тревожную сон тишиной. У вчерашних мальчиков гимнастерки новые, И письмо от мамы со мной. Здесь всю ночь горела звезда одинокая, И туман прозрачный лежит у реки. Здесь березы белые, Травы высокие, Враг не должен дальше пройти. А закаты алые, 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 Мы любовь им выстрелы не слышны, И об этом вместе с тобою мечтали, Мы за счеты яда войны. Здравствуйте, вы смотрите программу «Открытый урок». Этот выпуск мы посвящаем Дню Победы. В нем мы благодарим ветеранам за мирное небо над головой, А школьники и детсадовцы говорят спасибо за счастливое детство. Дорогие ветераны, поздравляем вас с Днем Победы. Желаем вам долгих лет жизни. Счастья, здоровья, с праздником вас. Спасибо вам, дорогие ветераны, что вы защитили нашу страну. За мою счастливую жизнь, свободную именно. И хочу пожелать им долголетия. Счастья, здоровья. Всего наилучшего, исполнения всех ваших заветных желаний. Любви к близким, к родным, чтобы ваши дети, внуки вас любили и гордились вами. У них все было хорошо. И мы хотим, чтобы люди не забывали про праздник, про героев, про этот подвиг. Чтобы все поняли, какие труды им пришлось в то время совершить. Благодаря подвигу ветеранов мы живем в счастье в мире и с чистым небом над нашей головой. Спасибо вам за то, что не оставили нашу страну. Что хотят услышать ветераны в праздничные майские дни? Конечно, слова признательности и благодарности, приветствия и теплые пожелания. Но особенно трогают душу проникновенные стихотворения. Сегодня этим порадуют ученики школы номер 8. Растаял утренний туман, красуется весна. Сегодня дедушка Иван начистил орденант. Мы вместе в парк идем встречать солдат, седых, как он. Они там будут вспоминать свой храбрый батальон. Стихи о войне и победе, о том, что пережили в суровые годы советские бойцы. Как удавалось сохранять благородство и добродушие, идти в бой и ничего не бояться. Или бояться, но вспоминать о доме родных. Спустя 72 года на сцене стоят младшеклассники. Именно их защищала наша армия в годы Великой Отечественной войны. Для них завоевала победу. Новое поколение старается не оставаться в долгу. Что в их силах? Чаще вспоминать о подвигах прадедов, рассказывать о событиях тех лет, например, в стихах. Один военный будет спасать немецкую девочку. Не только наших спасает, а и немцев. Он добродушный, добрый. Скольким детям возвратили детство и подарили радость и весну. Летовые армии советской, люди, победившие войну. И в Берлине праздничную дату был воздвигнут, чтобы стоять в веках, памятник советскому солдату с девочкой, спасенной на руках. Он стоит как символ нашей славы, как маяк, светящийся в Англии. Это он, солдат моей державы, охраняет мир на всей земле. Мне кажется, им было очень тяжело жить в таком мире, в голоде. Мне кажется, они должны были быть сильными, мужественными, храбрыми. Сейчас живется довольно хорошо, мирно. Все равно есть опасные точки, нужные люди, которые могут защитить. Шел бой за улицу. Огонь врага был страшен. Он, прорываясь к площади вперед, а он гвоздит. Не выглянуть из башен, и черт его поймет, откуда бьет. Тут угадай-ка, за таким домишкой он примастился. Столько всяких дыр, и вдруг к машине подбежал парнишка. Товарищ командир, товарищ командир, я знаю, где их пушка. Я разведал, я подползал. Они вон там, в саду. Да где же? Где? Отдайте, я с вами на танки поеду, сразу к месту приведу. Что ж, бой не ждет. Влезай сюда, дружище. Я сегодня буду рассказывать стих собственного сочинения. Как внуки идут к дедушкам в гости и спрашивают у них, где они воевали, какие награды получали. Эти знания нам нужны, чтобы сохранить память и быть такими же мужественными и отважными. Расскажи нам про медали и за что вам их давали. А еще нам расскажи, как вы воевали. Там, в далеком, в сорок первом утром началась война. Много горя и печали людям принесла она. Все отчизну защищали. Дружно на врага пошли. Много воинов отважных в землю русскую легли. Здравствуй, папка. Ты опять мне снился. Только в этот раз не на войне. Я немножко даже удивился. Да чего ж ты прежний был во сне? Прежний-прежний. Ну такое же самое. Будто не видались мы два дня. Ты вбежал, поцеловался с мамой. А потом поцеловал меня. Я сказал, да тут же и проснулся. Как случилось это, не пойму. Осторожно к стенке прикоснулся. С удивлением углядела на тьму. 1418 дней и ночей. Война изменила миллионы жизней. Конечно, приходилось терпеть лишения. Но даже на фронте находилось место веселой шутки. Юмор приободрял. С песней легче было переносить невзгоды. Идти к победе. Ты сыграешь, моя гармошка, да на полный разворот. Как российские гвардейцы взяли фрица в побород. Шва-машина из Берлина с красными вагонами. Наши славные герои едут эшелонами. Прошли годы, а живет в сердцах людей подвиг народа-освободителя. Переходит из поколения в поколение. И когда-нибудь эти ребята расскажут своим детям о том, что видели тех, кто отвоевал мирное небо. Дорогие ветераны, спасибо, что воевали за нас. И мы теперь живем в доброе время. Я пожелаю, чтобы у них было много здоровья. Чтобы их любили их родственники, дети. И чтобы в мире все было хорошо. Чтобы не было войны, вы были здоровы и у вас было счастье. Что знают дети о победе? Они славят бабушек и дедушек, героев Великой Отечественной войны. Те, кто дал им самое главное – мирное небо и счастливое детство. Сегодня в детском саду номер 42 «Солнышко» как раз отмечают праздник жизни. Спортивные эстафеты посвятили Дню Победы. Еще совсем маленькие дети веселятся, беззаботно проводят счастливое время. Они далеки от понятий война, лишения, голод. И хорошо, скажите вы, ведь каждый из нас хочет лучшего для своего ребенка. Однако это вовсе не значит, что в их умах нет места для уважения к подвигу. Это хорошо понимают в детском саду номер 42 «Солнышко» и проводят патриотическую работу с воспитанниками. Ведется эта работа с детьми с открытия этого детского сада. В 72-й годовщине Великой Отечественной войны был разработан проект по патриотическому воспитанию. В проекте участвуют и дети, и педагоги. Мы приглашаем ветеранов, афганцев, которые перед детьми на 9 мая выступают. Детям это очень нравится. В праздничные майские дни особенно важно не забывать об этой работе. Поэтому сегодня в бассейне детского садика проходит мероприятие с говорящим названием «Стартуем к победе». В игровой форме малышам рассказывают о том, какие смелые и сильные ветераны, и учат их тем же качеством. Для детей это не просто очередное соревнование. Останется в их головах и то, ради чего они собрались – День Победы. День Победы. Но, конечно, сами соревнования для воспитанников садика всегда в радость. Они с удовольствием включаются в игру, ныряют, плавают, соревнуются в быстроте и ловкости, проявляют командные качества. Мне приходилось быть смирными, сильными, отважными. Мне понравились соревнования, как мы катали капитана на дракончике. Мы когда плыли с корабликами, с салью, когда наши дедушки и бабушки победили на войне. Что же сделали бабушки и дедушки? Как завоевали победу для того, чтобы сейчас у малышей было детство? Защищали нашу Россию, боролись. Они победили всех тех, кто напали на нашу Россию. Ветеранам очень трудно приходилось. Я им пожелаю очень хорошей счастья, чтобы у них было все хорошо в жизни. Спасибо нашим ветеранам! Что знают школьники и дошколята о празднике День Победы? О тех, кто добывал эту победу ветеранах? Расспросим их об этом в нашей традиционной рубрике «Особое мнение». Это День Победы. Этот праздник очень хороший, потому что русские победили. Самый главный праздник на земле. Советский Союз одержал победу. День Победы над фашизмом, когда закончилась Вторая мировая война, официально закончилась. Очень героический праздник, потому что люди жертвовали своими жизнями. Мы стали свободны, появился опять мир. Он показывает нашу стойкость, нашего народа. Я испытываю радость и даже гордость за свою страну, ведь мы победили. И это было благодаря сплоченности народа. Если бы мы не победили, все было бы намного иначе. Возможно, нас бы вообще не было. А так, конечно, это чувство гордости, ну и, конечно, скорби тех, кто погиб в эти годы. Вместе с бесконечным огнем славят цветы, кто нас защищал и кто умер для своей Родины. Война – это когда все злые. Где стреляли пулями в людей, и они умирали. Прямо как драка с ботсом, только больше и по-настоящему. Сражается одна страна с другой. Правители хотят сделать больше своей земли. Русским ничего не надо, потому что наша страна и так богатая. У нас все есть. Много гор, рек, лесов, много в горах рубинов, алмазов. Они очень-очень завидывали нам, и поэтому хотели сделать нас своими рабами. Она длилась долгих 1418 дней, ночей, и не было семьи, которая не пострадала бы от этого. 2600 километров и около 27 миллионов унесенных жизней. Во время Великой Отечественной войны было собрано народное ополчение из нашего Щелковского района. И они строили Можайскую линию обороны для натяжечного укрепления Москвы, чтобы фашисты не добрались до Москвы. Была ленинградская блокада, которая ушла почти три года. Была девочка Зоя Космеденянская, которая, если бы не она, скорее всего, часть мы бы не смогли выиграть. Это мои два прадедушки. И вот этот вот дедушка, он ездил на машине и возил с собой пушку. И из этой пушки стрелял. Еще один, он тоже воевал на войне. Наша страна большая, и в ней много людей. Люди ничего не боялись, они защищали свою родину ценой собственной жизни. Наши были сильны, сильнее наших врагов. Мы уже сильнее. И они были очень красивые, я думаю. Благодаря силе духа и сплоченности людей, потому что оружия у нас было гораздо меньше, чем у немцев, но благодаря сплоченности народу мы победили. Грамотное руководство, к концу войны оно все-таки появилось. Мы начали трезво оценивать свои силы. Почти к концу войны нам помогали другие страны, чтобы мы гнались в кристалл. Мы поддерживали друг друга, хоть очень было мало еды, и воды тоже было совсем немного. Бодрость духа и вот эта вот несекаемая энергия. Даже женщины и дети помогали тем, кто был на войне. В тылу они собирали танки, делали оружие, шили одежду для военных. С детям ходили на разведку, что немцы замышляют, какой они план, сколько у них там танков, самолетов, оружия. А немцы думали, что ребенок просто идет себе спокойно, бегает, но и бегает. Тем, кому там было 13-14 лет, они пытались на войну пойти, чтобы помочь своим родственникам, друзьям и вообще организмам. Потому что мы сильные, потому что мы всегда, всегда все рядом, потому что мы богатые, мы вместе держимся за себя, потому что мы самая великая и большая страна. Самое малое, что мы можем сделать, это помнить их, уважать, поздравлять их, стараться сделать нашу страну лучше. Проводить каждый год митинги, рассказывать детям, своим внукам о том, что было. Можно цветочки подарить, еще можно их обнять. Повторить на крыльях. Говорить им разные слова, чтобы они никогда не болели, чтобы никогда у нас не было войны, чтобы ничего у нас плохого не было в жизни, чтобы всегда было у нас все хорошо. Здоровья. И силы. Смелы. Чтобы их уважали и их не забывали. Долгой памяти, долгих лет жизни, счастья, чтобы у них все было хорошо. Бодрости, духа, энергии, которая, чтобы никогда не заканчивалась. Спасибо за то, что мы все живы, свободны. Чтобы они вечно жили. И хочу, чтобы у нас никогда не было войны. Спасибо за мир. И они всегда останутся у нас в памяти. Для россиян это главный праздник. И очень важно, чтобы дети понимали его всей душой и принимали его всем сердцем. Целую неделю до праздника идут встречи с ветеранами, посещения их на дому школьниками. За каждой школой общеобразовательной, у нас их 34 в районе, закреплено по несколько памятников, где школьники проводят вахту памяти. Все абсолютно образовательные учреждения принимают деятельное участие в районных мероприятиях, посвященных 9 мая. От себя я хочу пожелать нашим уважаемым ветеранам, чтобы они как можно дольше были с нами, как можно дольше передавали нам, ученикам и воспитанникам образовательных учреждений Челковского муниципального района свой жизненный опыт, свою любовь к родине, за которую они были готовы отдать жизнь и сейчас готовы отдать жизнь. И являются живым примером для подрастающего поколения. Хочу пожелать нашим детям, чтобы они брали пример с хороших людей, брали пример с ветеранов. Куда б ни шел, не ехал ты, но здесь остановись, в могиле этой дорогой. Всем сердцем поклонись, кто б ни был ты, рыбак, шахтер, ученый или пастух. Навек запомни, здесь живет твой самый лучший друг. И для тебя, и для меня он сделал все, что мог. Себя в бою не пожалел, а родину сберег. Ярко звезды горят, и в Кремлевском саду неизвестный солдат спит у всех на виду. Над гранитной плитой вечный свет не гасим, вся страна сиротой наклонилась над ним. Он не сдал автомат и пилотку свою. Неизвестный солдат пал в жестоком бою, неизвестный солдат чей-то сын или брат. Он с войны никогда не вернется назад. Ярко звезды горят, и в Кремлевском саду неизвестный солдат спит у всех на виду. Все зажгли мы ему под стеной у Кремля, а могила ему вся земля, вся земля. Хочется поздравить ветеранов Великой Отечественной войны. Они подарили нам светлое голубое небо, завоевали своей кровью важную для нашей страны и для всего мирового сообщества победу. Мы очень благодарны ветеранам, которые в рамках уроков мужества посещают образовательные учреждения, где они встречаются с подрастающим поколением. Сегодня это особенно важно, и мы низкокланяемся тем ветеранам, которые уже в преклонном возрасте, из последних сил, но они приходят в образовательные учреждения, рассказывают о тех страшных годах Великой Отечественной войны. Хочется пожелать, в первую очередь, ветеранам крепкого-крепкого здоровья. Конечно, пожелать долгих-долгих лет жизни, чтобы еще очень много-много лет мы радовались вместе с ними в эти майские дни тому событию, которое перевернуло историю во всем мире. Это было в мае на рассвете, нарастал у стен рейхстага бой. Девочку немецкую заметил, наш солдат на пыльной мостовой. У столба дрожа она стояла, в глубоких глазах застыл спук, и куски свистящего металла. Смерть и муки сеяли вокруг. Тут он вспомнил, как, прощаясь летом, он свою дочевку целовал. Может быть, отец девчонки этой дочь его родную расстрелял. Но тогда в Берлине под обстрелом полз боец и телом заслоня девочку в коротком платье белом осторожно выносит с огня. Скольким детям возвратили детство, подарили радость и весну. Рядовые армии советской, люди, победившие войну. И в Берлине в праздничную дату был воздвигнут, чтобы стоять века, памятник советскому солдату. С девочкой, спасённой на руках. Он стоит, как символ нашей славы, как маяк, светящийся в Англии. Это он, солдат моей державы, охраняет мир на всей земле. С вами была Наталья Медведева. Вы смотрели программу «Открытый урок», посвящённую Дню Победы. Вместе с нами следите за важными событиями в районном образовании. До встречи в эфире и берегите мир! Субтитры подогнал «Симон»